Юрию Стоянову 63 года, но он очень органично смотрится в молодежных проектах, часто вытягивая их своей харизмой. В разное время артист играл начальника стройки, санитара, худрука, владельца казино, но роль в сериале «Вампиры средней полосы», который с 18 марта будет показывать видеосервис «Старт», кажется самой необычной в его карьере. Народный артист играет там живущего в Смоленске престарелого вампира. Вампиры обитают среди нас. Полицейский блогер, врач, депутат. Все они пьют кровь, лучшая на их вкус у белорусов. Без химии, хотя и крахмала в ней многовато. Не верите? Тогда смотрите «Вампира в средней полосы», где с юмором рассказывают не только о любителях пососать из вены, но и о каких-то более важных и серьезных вещах. И вампиры здесь это всего лишь краска, эффектный фон. В картине Юрий Стоянов играет вампира Святослава, который пьет кровь стаканами и спит в гробу. Гроб, кстати, хотя и одноместный, но эффектной старинной работы. Правда, изначально на эту роль планировался Михаил Ефремов. Он, по понятным всем причинам, не может дальше сниматься в сериале. Так как его работа над ролью не закончена, единственный возможный вариант, по которому проект сможет состояться – это замена актера. Юрий Стоянов снялся в пилоте проекта и сейчас вновь вернулся на съемочную площадку. Впереди у команды много работы, высказался режиссер проекта Антон Маслов. А колоритная Татьяна Догилева в роли хранителя древних законов и сурового депутата Ирины Витальевны по совместительству следит, чтобы все вампиры соблюдали заключенный в 1749 договор с людьми. Упыри и кровососы. Сталина на вас нет. Зрители узнают, как становятся вампирами, сколько крови можно выпить безопасно для жертвы, как на вкусе сказывается повышенный холестерин, а заодно будут развенчаны и мифы касаемо того, что вампиры не любят яркий свет и не отражаются в зеркале. Причем технологически в картине все сделано эффектно. Чего стоит только превращение героя Стоянова в ширококрылое летающее чудище. Будет страшно, но очень увлекательно и смешно.